Windows 8. Операционная система от Microsoft, которая вышла в 2012 году, с огромным упором на планшеты и сенсорные дисплеи. Такой рискованный ход пользователям не понравился, и большинство о существовании этой системы даже не знают, будто сначала вышла Windows 7, а потом появилась Windows 10. Спустя год после выхода Windows 8.0 вышла исправительная Windows 8.1, а ещё годом позднее выходит для неё Windows 8.1 Update 1, которую мы и будем рассматривать. В этом видео мы рассмотрим отличия Windows 8.0 от Windows 8.1 под микроскопом. Давайте начнём с первоначальной настройки. Именно с неё мы сразу можем заметить большие отличия. В Windows 8.0 имеется в самом начале 4 серых цвета, в которых меняются только кнопки, а дальше уже идут разные цвета и оттенки. В конце тоже 2 серых цвета, которые отличаются только кнопками. Windows 8.1 от одинаковых цветов отказались. Теперь при выборе присутствуют только разные красочные цвета, и если в Windows 8.0 их фактически 19, то в Windows 8.1 целых 25. А теперь немного душноты, но это покажет, что Microsoft изменяла даже мелкие детали, которые заметит не каждый. В Windows 8.0 диалог параметров начинается с дружелюбных, вы можете настроить параметры или же выбрать стандартные. В Windows 8.1 тон сменили, и теперь, говорится, рекомендуется использовать эти параметры. У Windows 8.1 изменили практически все пункты, кроме отправлять в Microsoft данные для улучшения работы программного обеспечения. Другие же были перефразированы, либо добавлены новые. В Windows 8.0 говорится «Вы в первый раз в этой сети», что звучит довольно глупо. А в Windows 8.1 поменяли этот текст на «Вы подключились к сети», ну и другие небольшие изменения и уточнения в кнопках. Меню, где надо настраивать центр обновления, также разное. Если в Windows 8.0 оно называется «Защита и обновление компьютера», а сверху есть «Только автоматически получать драйвера» и снизу три пункта, два из которых касаются смарт-скрин, то в Windows 8.1 меню сменило название на «Обновление компьютера и приложений», а сверху добавился пункт «Автоматически обновлять мои приложения». Снизу же пропало разделение настроек смарт-скрин, и они объединились в одну. Ну а «Донод трек» не был затронут, и даже текст не изменили. Да и в целом мы можем заметить, что вид так называемых слайдер-кнопок немного изменился. В общем, тут есть еще одна менюшка, в которой тоже есть небольшие изменения, но долго я на этом задерживаться не буду. Самое важное это вход в учетную запись. В Windows 8.0 появилась возможность войти в учетную запись Microsoft, но также оставили возможность использовать локальную нажатием одной кнопки, в то время как Windows 8.1 перестала отображать кнопку входа в локальную учетную запись. Догадайтесь, как зайти в локальную? Правильно! Нажать на «Создать новую учетную запись», получить ошибку и нажать на «Локальную учетную запись». На самом деле, раньше была другая менюшка, но еще где-то с 2020-го Microsoft что-то сломали, и создать аккаунт Microsoft из-под Windows 8.1 было не особо-то и можно. Но уже там появлялась кнопка «Использовать локальную учетную запись как Windows 8.0». Но теперь это специально неэлементарно и намного похлеще, чем Windows 10 или Windows 11 21H2. Дальше отличий в OBE почти никаких. Оба выдают всякий приветственный текст, а фон переливается радужными цветами. Но в Windows 8.0 после «Привет» вылезает «Не выполняется подготовка для вас», а узнаете о новых возможностях Windows, в котором показывают, что можно навестись на угол экрана и получить чудо-кнопки. Windows 8.1 это убрали. Когда мы попадаем на рабочий стол, разницу видно тоже сразу. У Windows 8.0 нету иконки кнопки «Пуск», и именно этот факт почему-то просто убил восприятие в целом всей Windows 8. Но и пуск был изменен. И, по моему мнению, в лучшую сторону. Ну, почти. Теперь он плиточный и такой вот квадратный. И чем особенно отличается Windows 8.0 от Windows 8.1? Это отсутствуем кнопки выключения в пуске, которые, кстати, не было и в 2013-м при выходе Windows 8.1. Кнопка выключения появилась только спустя год вместе с выходом Update 1. Но она есть. Еще в чем заключается большое отличие этих двух систем, это в элементарности и дружелюбности пуска. Пока в Windows 8.1 есть стрелочка, которая прям показывает «Нажми на меня и увидишь все приложения», в Windows 8.0 просто нету ни намека на список всех приложений. И до года так 2020-го, пока я сам не пощупал систему, я реально думал, что его не существует. Но для того, чтобы вызвать список приложений, надо сделать что? Что? Правильно! Нажать правую кнопку мыши по любому месту и нажать на все приложения справа снизу. Также в Windows 8.0 и Windows 8.1 разные контекстные меню. Если у Windows 8.0 это, как мы уже поняли, отдельное менюшка снизу, в Windows 8.1 это уже привычное контекстное меню. А еще в Windows 8.0 нету маленьких и огромных плиток. В ней есть только широкая и средняя. В то время как на Windows 8.1 можно сделать 4 плиточки в одном месте, или же огромную, которая будет занимать много места. В пуске у Windows 8.0 нет сортировки приложений. В Windows 8.1 она появилась. В Windows 8.0 при входе в систему пользователь обязательно попадает на начальный экран. И это никак нельзя отключить. Если перейти в свойства панели задач, мы как обычно увидим старые настройки панели задач и три вкладки. В Windows 8.1 от обязательного входа в начальный экран отказались. И при запуске системы или входа в учетную запись мы как обычно попадаем на рабочий стол. А еще в параметрах панели задач появилась новая вкладка под названием навигация, в которой мы можем настраивать меню пуск и чармс бар, которые появляются при наведении на правый угол. Если открыть меню пуск Windows 8.1, навестись на угол, чтобы вызвать чармс бар и выбрать персонализацию, мы можем менять цвет и различные его фоны. Можно настроить очень даже атмосферное меню прямо из пуска, чтобы сразу видеть изменения. В Windows 8.0 вкладка персонализации просто отсутствует. Перейдем к очень большому отличию, параметрам системы. В Windows 8.0 только в них мы как раз можем менять внешний вид меню пуск, где можно изменить узоры и оттенки на свой вкус и цвет. А на этом функционал параметров заканчивается. Из всего, что мы тут можем сделать, это разве что сменить часовой пояс и регулировать некоторые нововведения. В Windows 8.1 же мы уже имеем полноценный аналог панели управления, в котором прям отдельные категории, в которых очень много настроек. Экран блокировки и смена его обоев, дисплей, в котором можно поменять разрешение, настройки мыши, устройств, организованные параметры чармс бар, управление питанием, автозапуска, просмотр размера диска, характеристик компьютера, установка текстовых и графических паролей, пин-кодов, создание других учетных записей, разные настройки OneDrive, поиска, конфиденциальности, сети и много-много других параметров, которых действительно стало раза в 4 больше, чем у Windows 8.0. Но этого всего все равно бывает иногда недостаточно, поэтому панель управления оставалась необходимой вещью. Давайте сравним количество процессов и потребления систем. Они полностью на равных условиях и без каких-либо установленных приложений. Из всего, что установлено, есть только VMware драйвера. Windows 8.0 потребляет около 680 мегабайт оперативной памяти. И список процессов, если честно, сейчас, конечно, просто удивляет. Он довольно маленький. На процент процессора не обращайте внимания. Это почему-то много потребляет диспетчер задач. Процессов же запущено всего лишь 39 штук. Windows 8.1 потребляет такое же количество оперативной памяти, но запущенных процессов 34. К большому сожалению, я рассматривал версию 2014 года. И ситуация при обновлениях до 2022 года уже становится ужасной. Именно Windows 8.1 стала самой старой системой, которая имеет телеметрию. Она может нагружать процессор и оперативную память. Да и помимо этого, появились небольшие нововведения, поэтому, как вы видите, потреблять она стала намного больше. Сравнивать магазины систем уже довольно поздно. И в Windows 8.0 и Windows 8.1 уже прекращена поддержка и магазины не запускаются. Но они выглядели по-разному. Только вот Windows 8.0 нас сразу ставят перед фактом, что у нас нету к нему подключения. А в Windows 8.1 он просто бесконечно грузится. Также в системах есть отличия с UVP-приложениями. Во-первых, в Windows 8.1 появился будильник, в котором есть таймер, секундомер и, как ни странно, напоминалки. Калькулятор, в котором, кстати, правильно считаются данные. Сканер. И приложение Еда, которое, к сожалению, уже полностью отключено. И мы лишены рецептовых хитростей. Этих всех приложений не было в Windows 8.0. А в UVP-приложениях при наведении на самую верхнюю часть экрана Windows 8.0 мы ничего не получаем. В Windows 8.1 с Update 1 мы видим кнопки управления окна, в которых мы можем его свернуть или закрыть. А в связи с этим нововведением, UVP-приложения типа магазина Windows, будильников и прочих отображаются на панели задач. В Windows 8.0 этого тоже не было. Ещё большая разница между Windows 8.0 и 8.1 – это поддержка приложений. А если бы точнее, маркетинг. Единственный конкретный пример, который я могу привести как разработчик приложений – это поддержка Net Framework 4.7.2. Windows 8.0, несмотря на то, что она вышла на год раньше Windows 8.1, уже не поддерживает эту версию фреймворка от Microsoft, которая обеспечивает запуск многих приложений. Но Windows 7, которая вышла в 2009-м, спокойно его поддерживает. Помимо этих самых масштабных отличий, есть пара других нововведений Windows 8.1. Слайд-шоу на экране блокировки, интернет-эксплорер 11, использование обоев рабочего стола в качестве фона в пуске и некоторые другие изменения. Конечно же, у них одинаковые звуки, структура ядра и внешний вид, разве что обои и некоторые конки плиток разные. Этот ролик был создан для тех, кто вообще не знал о существовании Windows 8.0 или же знал, но утверждал, что это совсем одинаковые системы. Я надеюсь, вам понравился ролик. Буду очень благодарен, если вы поставите лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр, желаю всем удачи и до скорой встречи.